Система VAR была разработана для того, чтобы избежать несправедливых решений в футболе. Однако, судьи могут отказаться от помощи техники и по старинке принять решение самому. Goal24 рассказывает вам о случаях на чемпионате мира, когда отсутствие видеоповторов решало исход игры. А перед началом видео давай проверим твои знания футбола. Сможешь ответить на наш небольшой вопрос в комментариях. Сербия, Швейцария Честь судей на чемпионате мира в России осрамил немецкий судья Феликс Брых. В матче второго тура группового этапа между сборными Сербии и Швейцарии немец допустил ключевую ошибку в матче. При счете 1-1 на 71-й минуте Брых не поставил чистой пенальти в ворота швейцарцев. Скар и Лихтштайнер держали в штрафной Митровича и повалили сербского форварда на газон при попытке сыграть головой. Но в данной ситуации рефери как-то увидел фолл в атаке. Брых не захотел воспользоваться системой видеоповторов. Хотя ребята из ВАР предлагали это сделать. Впоследствии немцы сняли с чемпионата как раз из-за ошибки и нежелания воспользоваться техникой. Ну а вы не ошибетесь, если будете пробовать себя на сайте 1xbet. Множество спортивных дисциплин и отличные коэффициенты. Ссылка в комментариях. Германия-Швеция Подобный случай произошел и в матче между Германией и Швецией. На 12-й минуте матча нападающий шведов Маркуса Берга сбил в штрафной Жером Буатенг. Это видели все, кроме главного арбитра Шимана Марчиняка, который не только не свистнул нарушение сразу, но и не стал пользоваться видеопросмотром. Шведы пытались повлиять на судью хотя бы пересмотреть эпизод, но Шиман уперся и сказал нет. Колумбия-Англия Во время игры 1-й восьмой финала между Колумбией и Англией тоже произошел один очень спорный момент. На 57-й минуте Карлос Санчес свалил на горе Кейне в штрафной. Американский судья Марк Гейгер сразу же поставил пенальти, который сам Кейн и реализовал. Многие болельщики остались недовольны решением, так как считали, что англичанин сам сначала нарушил правила, но арбитр этого не заметил. Наиболее резко в адрес Гейгера высказался Марадонна. Никакого пенальти не было. Кейн сам нарушил правила. Почему судья не использовал видеоповтор? Возможно, Гейгер разбирается в бейсболе, но о футболе он не знает ничего. Я вновь увидел старую, добрую, коррумпированную FIFA. Бразилия, Швейцария В матче первого тура группового этапа между Бразилией и Швейцарией мексиканский арбитр Сесар Рамос дважды, по мнению бразильцев, не воспользовался помощью ВАР. В первом случае швейцарский полузащитник Стивен Цубер подтолкнул защитника бразильцев Миранду на 50-й минуте перед тем, как забил гол после подачи с углового. Во втором случае Габриэл Жезус был сбит соперником в штрафной площади сборной Швейцарии, но нарушение не было зафиксировано. Моменты действительно спорные и во многом ключевые. После игры бразильская федерация футбола подала жалобу и обратилась к FIFA с требованием разъяснить, почему судьи сами решают, когда воспользоваться системой ВАР. Но в самой игре жалобы не помогли. 1-1 итоговый результат матча. В прошлом видео мы спросили вас. Самый большой резонанс получили дела по отмыванию денег Мамичам и трансферах Модрича и еще одного известного игрока сборной Хорватии. Кого именно? Ответ. Дэйена Ловрена. Вопрос. Этот судья был замечен в очень курьезном случае, когда нападающий не попал в створ, но мяч все равно оказался в воротах через дырку в сетке. Этот судья по ошибке засчитал гул. О ком речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.